Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сентябрь, 7-е. Преподобно-мученик Макарий Каневский жил в 17-м веке. Это было тяжелейшее время для православных людей Западной Руси. Жизненный подвиг, совершенный преподобно-мучеником, был подвигом защиты православной веры в условиях неравной изнурительной борьбы, когда защищать можно было только будущее Русской Православной Церкви, поскольку то, что сохранялось от проносящегося урагана Унии, сносилось татарскими набегами. Святой преподобно-мученик Макарий родился в 1605 году в городе Овручи на Волыне, в знатной семье Токаревских, известных ревнителей православия. В 1614-20-х годах святой обучался при Успенском Авручском монастыре и по смерти родителей стал иноком этого монастыря, начав свое служение с меньшего монастырского чина-послушника. В 1625 году инок Макарий с благословения Архимандрита оставляет Успенский монастырь и направляется к епископу Пинскому Аврамию, который определяет его в Купятический Пинский монастырь. В 1630 году посвящен сан Иеродиакона, а в 1632 году сан Иеромонаха. Слава об образцовом монашеском житии Иеромонаха Макария распространилась за пределы Купятического монастыря. И в 1637 году братья Симоновского Брестского монастыря обратились с просьбой к игумену Купятического монастыря Илариону Денисевичу отпустить к ним настоятеля святого Макария. Но иеромонах Макарий был необходим к Купятическому игумену. В 1637 году настоятель Купятического монастыря послал его к киевскому митрополиту Петру в могиле для вручения собранных братьев денег на перестройку Киевского Софийского храма и для испрошения помощи на постройку и обновление разрушившейся монастырской церкви. Увидев в Иеромонахе Макарии преданного сына Церкви Божией, митрополит выдал ему универсальный лист для сбора пожертвований, а в 1638 году назначил его настоятелем Каменецкого Воскресенского монастыря Гродненской области. До ограбления и захвата монастыря униатами в 1642 году преподобный Макарий руководил братьями Воскресенского монастыря. В суровое время братья Купятического монастыря призвало в игумены преподобного Макария, который удерживал этот монастырь до 1656 года. С 1656 по 1659 годы преподобный Макарий возглавлял Пинский монастырь, а с 1660 года в стане Архимандрита преподобный Макарий руководил братьями родного Успенского Авручского монастыря. Более десяти лет продолжалась непрерывная борьба с латинополяками в Авруче, но ни отторжение доминиканцами пахотных земель, принадлежащих монастырю, ни разбойничьи грабежи движимого имущества, ни побои, ничто не могло заставить братьев покинуть монастырь. Только в 1671 году после опустошения Авруча татарами, святой Архимандрит Макарий покинул монастырь, в котором не осталось ни одного монаха, и отправился для духовных подвигов в Киево-Печерскую лавру. Но защитники православия, подобные преподобному Макарию, нужны были не только в Киеве, но еще более вне Киева. Митрополит Иосиф Нелюбович Тукальский назначил Архимандрита Макарий настоятелем Каневского монастыря. Так, после 30 лет борьбы с униатами, преподобный Макарий снова на переднем крае нестихающей борьбы за православную веру. В 1672 году в Каневском монастыре нашел приют сын Богдана Хмельницкого Юрий Гетман Дорошенко, ходатайствовавший перед митрополитом Иосифом о назначении преподобному мученика Макария, неоднократно посещал Каневского настоятеля и в 1675 году перешел в русское подданство, отказавшись от подданства Турции, по-видимому, не без совета преподобному мученика Макария. В ответ турецкие власти послали в Малороссию войска. 4 сентября 1778 года захватчики ворвались в монастырь. Святой Макарий встретил врагов с крестом в руках на паперте храма. Турки потребовали от преподобного выдать им монастырские сокровища. Услышав ответ святого, что его сокровища на небе, разъяренные разбойники повесили настоятеля за руки и за ноги между двух столбов. Через два дня преподобному мученику отрубили голову. 7 сентября 1678 года. Свидетели мученической кончины архимандрита Макария внесли его тело в монастырский храм, в котором для безопасности затворились. Но вернувшиеся турки обложили церковь дровами и сожгли всех скрывшихся в храме. Когда оставшиеся в живых горожане Канева стали разбирать тела погибших, то только одно тело было найдено в целости и было как бы живое. Это было тело преподобному мученика Макария, одетой во власяницу, с крестом на груди и с другим крестом в руке. Святое тело было погребено в том же храме под жертвенником 8 сентября. Святое преподобному мученик Макарий был мужем высокой, праведной и духовной жизни, прославленной еще при жизни чудотворением и даром прозорливости. В Каневе он исцелил слепого и умирающего. В 1688 году при обновлении храма гроб преподобному мученика был открыт, и в нем обретено нетленное тело святого. В связи с опасностью нападения на Каневскую обитель 13 мая 1688 года святые мощи были торжественно перенесены в Переиславскую полковую Воскресенскую церковь. Туда же перенесли любимую книгу преподобному мученика «Беседа Иоанна Златоуса на 14 посланий святого апостола Павла». Киевское издание 1621-23 годов. С его собственноручной записи на одном из листов. При епископе Захарии Корниловиче в 1713 году мощи были перенесены в новопостроенный храм Михайловского-Переиславского монастыря, а после его закрытия подчевали с 4 августа 1786 года в Переиславском Воскресенском монастыре. В 1942 году мощи были перенесены в Троицкую церковь города Черкассы, а с 1965 года находятся в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы того же города. Память преподобному мученику Макаре совершается дважды. 7 сентября на день представлений, 13 мая на день перенесения святых мощей. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.